В данном видео я покажу лица хакеров и подробно расскажу про игру Мистер Микс. Приятного просмотра. В начале 90-х стремительно развивались компьютерные игры. И на то время даже пиксельная графика считалась офигенной. Также развитие типов игры, так называемых жанров, тоже не стояло на месте. Это были различные стратегии, квесты, приключения, платформеры, шутеры, аркады и другие. Игры использовались не только для развлечения, но еще и для образования. И одной из обучающих игр 90-х стала популярная игра под названием Мистер Микс. Игра была выпущена в 1992 году. Игра в основном продавалась в анонимных магазинах и базарах. Поэтому встретить эту игру в больших магазинах это был редкий случай. Игра редко, когда находилась среди других игр. В основном диск с Мистером Миксом лежал в образовательных отделах магазина. Также в некоторых школах эта игра ставилась на компьютеры. А у кого дома были компы, те могли позволить купить этот диск и тренироваться дома. Оригинальный диск игры выглядел именно вот так. Объем этого диска с игрой Мистер Микс составляла где-то около 50 мегабайт. А сама игра весила 1-2 мегабайта. Эта игра была создана с целью научить школьников и дошкольников печатать на компьютере. Сама игра имела простенькое меню, на котором был изображен мультяшный шеф-повар. Стоящий возле стола, на котором лежит миска и держащий в руке ложку. В меню присутствовала всего лишь одна кнопка. И эта кнопка называлась старт. Она отвечала за запуск самой игры. Помимо изображения и кнопки присутствовала музыка. Эта музыка весила несколько килобайт и она была 8-битной. Иногда даже были такие моменты, когда эта музыка пугала детей. Игра содержала в себе около 7 уровней. Каждый из которых имел свою сложность. Печатая слова, ты помогаешь Мистеру Миксу добавлять ингредиенты. Эти ингредиенты он добавлял в миску. Первый уровень считался самым простым в игре. Но первый уровень был опасен тем, что он мог испортить ваш слух. Потому что на нем присутствовала система рыков, которая ломала колонки. И с каждым разом этот звук все нарастал и нарастал. Поэтому многие колонки просто рвались и лопались. Этот звук был звук работающего блендера. Каждый уровень длится 60 секунд. Второй уровень чуть посложнее, но все же его можно пройти. На этом уровне не было никаких звуков. И поэтому этот уровень считался самым безобидным уровнем в игре. Печатать можно было не спеша, но в то же время довольно-таки долго. Ингредиенты появлялись на рандоме и сложность написания этих ингредиентов была нормальная. На третьем уровне был гарантирован проигрыш. Поскольку там нужно было печатать довольно-таки быстро. Третий уровень был рассчитан на средничков. Да и слов там нужно было писать около 80. Но уровень был не так страшен своим печатанием, как звуками. Это был звук фена, записанный в очень низком качестве. Он был не такой громкий, как на первом уровне, но все же был неприятным. Да, третий уровень пройти было реально. Вот подошел четвертый уровень. Четвертый уровень было практически нереально пройти, потому что скорость написания слов была просто неимоверная. И именно после четвертого уровня у детей сильно ухудшался слух, потому что звук там не то что на первом уровне. А вы бы выдержали бы такое? В то время это считалось полным адом. А вот в современном мире наш слух и колоночки с этим справляются. На четвертом уровне нужно было вести в минуту около 200 слов, что для ребенка, что для человека взрослого это было практически нереально. И вот еле-еле профессионалы взяли, да и прошли этот четвертый уровень. А вот уже пятый уровень даже не смогли пройти профессионалы, потому что нужно было вести очень быстро около 500 слов в минуту. Многие учителя, родители начали жаловаться на эту игру, а именно на пятый уровень. Зачем вы сделали пятый уровень, если его даже невозможно пройти профессионалам? Ребенок уж тем более не может справиться с этим уровнем. Так помимо адской сложности, вы еще пихаете туда очень громкую музыку, которая ухудшает слух. Эта игра не для детей, потому что пятый уровень не зря сделан так, что он не проходится. Мы напишем заявление про эту игру, чтобы ее тщательно перепроверили. И попытались пройти этот пятый уровень. Если после пятого уровня будет что-то похуже, мы подаем на эту игру. Жалобу! И после этого за Мистера Микса взялась группа хакеров, которая тщательно начала осматривать эту игру. На пятом уровне они услышали те же звуки, что и на четвертом. Думаю, включать их нет смысла, просто отмотайте видео назад. И вот хакеры вывели формулу, по которой они смогли пройти этот пятый уровень. Просто обычный человек на то время не мог взломать игру, потому что программ для взлома игр на то время не было. И не каждый шарил за ПК. И вот в момент, когда хакеры впервые взломали этот пятый уровень, то игра просто убила компьютер. Но хакеры решили перепроверить эту игру еще раз и поставили мощный антивирь, а также удалили скрипт, который вызывал синий кран смерти. На шестом уровне творилась дичайшая жесть. Вместо ингредиентов появился ребенок и зловещий смех Мистера Микса. Помимо всего этого, показывались нехорошие картинки больных людей. Те бедные несчастные люди были изуродованы. И поэтому сделали специальные рисунки, чтобы никто не боялся. Эти люди выглядели следующим образом. Также во время игры шестого уровня, ваша оперативная память забивалась до нереальности. А наш ингредиент был все время ребенок. И все время нужно было его добавлять. На седьмом уровне хакеры просто орали невыносимо. Потому что таких картинок с людьми было очень много. И был сверх громкий звук из предыдущего уровня. Естественно, я вам не включу его, потому что вы все сами слышали. После седьмого уровня группа хакеров была просто в шоке. Они словили нереально психический удар. И из последних сил они просто решили изучить файлы игры. Их было до хрена много. И их компьютер уже держался на последнем дыхании. А это момент из седьмого уровня. В этих файлах были необычные символы. А также эти файлы были зашифрованы. В которых был прописан скрипт байта на забивку оперативной памяти. А также на постоянное копирование файлов в жесткий диск. С шестого на седьмой уровень было невозможно перейти. Седьмой уровень открывался отдельно. Поэтому хакеры перешли на этот уровень через командную строку. Вот несколько фотографий, которые сохранились. На них изображены хакеры. Покопавшись поглубже, хакеры заметили в файлах игры несколько картинок. Они нашли там картинку каких-то необычных цветов. Несколько еще нехороших картинок. Ииии... Само лицо Мистера Микса в реальной жизни. И вот так вот выглядит Микс в реальной жизни. И этот на первый взгляд безобидный дядька во снах после игры разговаривал с детьми. А также встречал их в реальной жизни. По рассказу одного ребенка он сказал ему... Молчать! И именно после всех вот этих событий с хакерами, а также после того, как рассказал об этом все ребенок, игру полностью закрыли и начали заниматься расследованием. Игру успела лишь всего лишь скачать 0,2% населения от всего мира. Говорят, что настоящего Мистера Микса поймали. А тем временем хакеры остались навсегда психическими людьми. Где находится Мистер Микс в реальной жизни и хакеры сейчас... Неизвестно. Возможно, их уже нет в живых. Но, возможно, в живых остались только лишь разработчики этой игры. Кстати, их компания была неизвестная. Все интересное в этом ролике еще впереди. Существует три основных версии Мистера Микса. Одна из них оригинальная, первая, которая существует по сей день. Ремастер-версия Мистера Микса в хорошем качестве. Новый, свежий ремастер Мистера Микса тоже в хорошем качестве. И существуют дополнительные версии Мистера Микса. Это Мистер Микс 3D, Мистер Микс 2, Мистер Микс Пиксель 2000, Мистер Микс Юнити, Мистер Микс Балди Мод, Мистер Микс АПК. АПК это значит, что это игра для андроид. В которой присутствуют восьмой, и девятый, и десятый уровни. Вот как выглядит восьмой уровень. Все предыдущие уровни такие же самые, как и на ПК. Также в АПК-версии Мистера Микса на девятом уровне происходит тот же трэш, что и на ПК на шестом уровне. Жуткие картинки, а также приплюснутый Мистер Микс. Рисунки из десятого уровня Мистера Микса на андроид. И также рисунок трэшового Мистера Микса, который смотрит на игроков пустым взглядом. В АПК-версии имеются также звуки Мистера Микса, которые были и на ПК. А про звуки мы поговорим сейчас поподробнее. Напоминаю, что все версии этого Мистера Микса вы можете скачать на моем бусте, а также дискорде. Обязательно подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Все эти фразы используются в оригинальной версии Мистера Микса, но не используются в самой игре и в самих уровнях. Они являются, грубо говоря, вырезанным контентом. А лучше я вам сейчас покажу перевод фраз Мистера Микса. А также существует саундтрек. И эта музыка как раз-таки использовалась на втором уровне. А теперь давайте поговорим про вырезанный контент. Из вырезанного контента были два бонусных уровня, на котором Мистер Микс был кровавый. От бонусного уровня с желтым Мистером Миксом ничего не нашлось, разве что только спрайт. А вот Мистер Микс с белым все-таки был бонусный уровень. И это Мистер Билдер. Это тот же самый мужик, но только в роли строителя. Тебе нужно вместо ингредиентов подсыпывать цемент. Подсыпать цемент. Звуки, про которые я вам говорил, были тоже вырезаны. Все звуки, картинки были найдены этими хакерами. Последствия после этой игры были просто ужасными. Детям снились ночные кошмары, как к ним приходит домой Мистер Микс. И этот Мистер Микс еще что-то просит их о чем-то. В итоге, какой вывод остается делать, что игра является не детской? Эту игру сделали специально, чтобы взломать ваши компьютеры и повредить вашу психику. Ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на каналы. Ссылки я оставлю в описании и в комментариях. А также не забывайте донатить. Делать приятное автору, если вы хотите больше таких длинных видео. Также все серии игры Мистера Микс вы можете купить на моем бусте, а также скачать в Дискорде. Напоминаю, ссылки в закрепленных комментариях и описании. Субтитры сделал DimaTorzok